Житель Челябинской области разбился на мотоцикле на трассе в Башкирии. Как случилась авария? Кто в этом виноват? И о других ДТП расскажет наш корреспондент. 40-летний южноуралец совершил наезд на дорожное ограждение и от травм скончался на месте. Известно, что погибший водительских прав не имел. На улице профессора Благих водитель ВАЗа 99-й модели потерял управление и ушел в Машину развернула прямо на дороге. Повезло, что аварии избежать удалось. Водители притормозили и объехали лихача. Приняла удар на себя. Пенсионерка оказалась под колесами машины, спасая внучку. ДТП случилось в поселке Красное поле. Пожилую женщину сбил ВАЗ с 10-й модели, когда она с 7-летней внучкой переходила дорогу. Чтобы ребенок не получил травм, старушка оттолкнула девочку и приняла удар на себя. У внучки сотрясение мозга, шок и огромная гематома на лице. А состояние пенсионерки тяжелое. Она в больнице, скоро ей проведут операцию. На Копейском шоссе перевернулся автомобиль. По словам очевидцев, «Газель» перевернулась после столкновения с легковушкой. У второй машины сильно поврежден капот. Пожарная машина не смогла выехать из двора. Техника застряла в глубокой яме. Но убиты асфальты ямы между домом номер 38А по улице Чечерина и домом номер 21А по улице 250-летия Челябинску жаловались давно. Но людей не слышали. По словам очевидцев, сотрудникам МЧС пришлось воспользоваться ломом, чтобы освободить колеса. Только после этого машина смогла выехать. В подобной ситуации оказался мусоровоз. Он застрял в яме на улице Пекинской в Копейске. После того, как машину вытащили, местные жители пожаловались, что оказался поврежден водопровод. А на площади революции прямо на дорогу упала ветка дерева. Она рухнула прямо на приезжающую мимо легковушку. Теперь хозяины на марке подсчитывают ущерб. Платить, скорее всего, будут коммунальщики.